В Италию отправили наших военных. Это примерно то же самое, как в Сирию. Потому что никто там справиться с этим не может. Если мы купируем в Италии определенным образом, всеми усилиями, вот эту вспышку, конечно, она и на нас скажется, что перестанут вообще распространяться все это дело. Я в этом не сомневаюсь. Потому что не может быть такого, что в одной какой-то стране там бушует все, а все остальные сидят спокойно. Мир глобален. И как бы вы не перекрывали сегодня границы, а все равно он глобален. Наши граждане, там, так сказать, не так давно вообще миллион был там за пределами стран. Ну, как от этого уйти? Поэтому правильно все делаем. Больше того, вот в Италию, когда мы отправили, это очень интересный вообще момент. Заметьте. Блок НАТО, одна из стран НАТО. И мы туда отправляем гуманитарную помощь, причем такую помощь, которой нет у них. Это машины дезинфицирующие, это очень большая производительность, у них ничего подобного нет. Это очень серьезные вещи. Ну, я хочу сказать, что итальянцы, конечно, благодарные люди. И в свое время, в начале прошлого века, у них было землетрясение там на Сицилии, там стояло четыре наших военных корабля. Балтийские моряки спасали там итальянцев, вывозили их оттуда, разгребали эти завалы. И до сих пор стоят памятники, за ними итальянцы ухаживают, и там названы улицы в честь балтийских моряков. Ну, вот, прошло больше ста лет. Они это помнят. Я не удивлюсь, что и здесь вот названы улицы в честь наших военных. Продолжение следует...